В годы Великой Отечественной на фронт ушли 700 тысяч жителей Алтайского края, треть из них погибли. Свечи памяти вновь загорелись ночью накануне 22 июня на мемориале славы, а уже утром в честь 80-летия начала Великой Отечественной сюда возложили живые цветы. Барнаульцу Геннадию Дубровину на момент начала войны было всего 8. Ну это тяжелое время, конечно, вспоминать. У меня отец во время войны погиб, я, как говорят, вырос без отца. Все вложилось на мою душу. Но вспоминали заслуги военного времени не только на Площади Победы. За годы войны в Алтайский край было эвакуировано более 100 предприятий со всей страны, 14 из них разместили в Барнауле. Чтобы отдать дань памяти работникам тыла, в сквере Кирыбаева открыли сегодня памятную стелу. Наша задача нынешних поколений обязательно сохранить в памяти эту великую историю. Сохранить и передать по наследству потомкам, которые придут за нами. И многие барнаульцы действительно следуют этому принципу. Для них памятный знак стал символом причастности города к победе. Барнаул – это город, который и край, который кормил воинов во время войны и помогал фронту в борьбе. Поэтому вот этот памятник, он просто на таком месте, куда идут все промышленные предприятия, дорога на промышленные предприятия. И я думаю, он необходим. Теперь Стелла будет служить своеобразными воротами в промышленную зону Барнаула. Туда, где до сих пор работают заводы, эвакуированные во время войны. Каждый житель города теперь может прийти и возложить цветы к памятнику, расположенному на пересечении улицы Пионеров и проспекта Калинина. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.